Привет зритель! Я решила, что раз ты, ну, может не именно ты, а вообще, любишь АСМР распаковки, то можно убить твус. Ладно, можно сесть на два стула, хотя я сижу на твариточке, и записать АСМР. Да, что-то меня тут попёрло, но это АСМР внезапно, вот так, ждёшь 300 лет, а тут внезапно третий ролик, и попутность записать в этом ролике, в этом АСМРном виде, то, что я тут сначала думала один ролик сделать, потом случилось, думаю, два ролика, потом три, а потом думаю, чё бы это не объединить всё в одной и записать шёпотом. Короче, может ты помнишь этот лак? Вот когда красишь, он такой блястящий, прям яркий какой-то, да хрена, я забыла, что он, только когда красишь, а потом он высыхает, и... Вот такая хрень, матовая, бледная, практически прозрачная, короче, вот он. Я подумала, что он сочетается, ну как бы, да, с оранжевым не сочетается, но мне лениво было переодеваться, плюс как бы, я думала помыть голову и сделать два ролика, но... Поняла, что по времени я не успею всё-всё-всё сделать, включая вот это вот, и решила, что всё равно свежие чистые волосы прикрываются наушниками, и не видно, что они дохрена свежие, я сделала хвостик. Ну и как бы, завтра пашку помою, перед тем, как пойду куда-то, да, я подумала, что оно сочетается с виолетовой помадой, и поверх виолетовой помады можно положить какой-нибудь розовый блеск, но... Виолетовая помада была на дне сибирских руд, и я увидела вот это, оно, конечно, может, не сочетается, но на губах оно наносится очень круто, это подарок от подписчицы Светы из Москвы, такая вот, изначально, кстати, новая, ну это там отсылки, кто и по ссылке, и мне очень нравятся вот такие лопаточки, ну, она такая лопаточкового вида, наносится очень хорошо, и как-то наносится, она тоже, кажется, такая вот вся блестящая, прям вот, ну, не матовая, а в итоге она становится как пудровая такая. У меня подобный есть бальзам, блеск, новогодняя лимитка и фреша, что-то такое, баночки розовые, только там без кисточки пальцем намазюкать, вот, вот они в этом плане матовым, таком, пудровым, они близки, ну, и, в принципе, оттенки такие близкие. Так что это сейчас всё на мне. Кошку я вывела с игрушками и домики и поставила туда, чтобы ей не скучно было, чтобы она там шуршала, потому что, если она тут будет шуршать, это будет очень громко. Так, я увидела ещё какую-то фигню, надеюсь, на ней нет никаких клавиш, как я тут на понажимала, ну, короче, там фигня какая-то. Да, надо быть, а, я поняла, это разведыватели для микрофона, штык в камеру и для наушников. Да, просто чаще карнитуру было в своё время смотреть. У меня вообще было, как бы, несколько заказов с Вайпереса и парочка с Азон, но те, они тематические, их потом как-нибудь распакую, может быть, даже на камеру соберу. Да, там ёлка, я себе купила новую ёлочку, потому что, да, у меня немножко разваливается. Я сначала думала это выкинуть, но, в общем, короче, буду распаковывать как-нибудь эту ёлочку на камеру, может быть, тоже в АСМР формате. И там ещё гирлянда к ней, вот заодно это покажу. Я видела камень насчёт шуршания этих АСМР, вот этих ёлочных шхер, фигнёй, короче, этой, дождиком. Ну, это будет не раньше, чем 25 декабря, потому что ёлку я буду ставить где-то перед Новым годом. И, в общем, там есть кое-что такое несъедобное. И овер дофига всего такого странного, про что я, возможно, ты, зритель, узнаешь от меня. А я вообще узнала, может, что-то про несколько лет назад мне бы в разных местах попадалось, по большей части в Инстаграм рецептах. Ну, и, короче, как-то, в общем, спасибо тому анониму, что сатанатил мне ТВГ. Я частично себе кое-что купила, и вот сейчас это с АСМР. А это, в общем, я узнала, что есть войны насчёт корица, не корица. Я забыла то слово, которое не корица. Ну, это, знаете, какие вот, как догопаться-то яблоко, вот это Антоновка, значит, это яблоко. А яблоко Победа, это не яблоко. Или, допустим, груша-конференция и груша какая-нибудь другая, дикая какая-нибудь груша. Вот дикая груша, это не груша, а груша-конференция, это груша. Короче, есть коричное дерево, и у него куча всяких родновидностей. И у меня вот корица, молотая, 25 месяцев срок годности. Страна происхождения Вьетнам, 1-го, 0-6-го, 21-го, создан. Я счастлив, но... Я думаю, у вас АСМР иззевать нормально, но вы как бы с этого спите. По идее, должны, да, расслабляться, то и сё. И если я ещё и севаю, ну, как бы это тоже какой-то звук. Так, бренд АСАРИТЯ. Ну, я вообще как бы прочитала АСАРИТЯ тогда, на момент этого Пальванова, да. А так хрен знает АСАРИЯ. Наверное, да, точно, на АСАРИЯ, АСАРИЯ. Так, тут у нас 300 грамм. Не, у меня есть корица молотая, которую мне вначале, что ли, года на Вайперис прислали. Там вот я выбирала корицу. Ну, в общем, специи для сладкого. Ну, её немножко сдаётся, я чё-то подумала. Да, вот тут, блин, я же тебе показывала эту АСАРИю. Ты-то видела, я только сейчас увидела АСАРИЯ 100% натуральный продукт. АСАРИЯ.РУ Ну, короче, я решила, что мне надо купить корицу. Я долго-долго выбирала, несколько дней читала про эту, про эту, забыла слово, которое типа не корица. Я поняла, что это очередные, ну, модные такие фени, как, к примеру, совершенно здоровый физический человек начинает уделывать свой организм, переходя на какую-нибудь кетодиету, отказываясь от тех продуктов, которыми организм нормально относится, никаких аллергических реакций, они в него не вызывают. А потом, ой, чё-то у меня всё болит от этой кетодиеты. Ну, короче, весёлые люди. Вот тут так же это корица. Я потом в инспобоксе напишу все эти артикулы. Чё-то у меня тут класс, блин, как-то проблемная. Короче, все артикулы будут в инвобоксе, потому что надо открывать телефон, он будет долго грузиться. Я ещё подумала переписать все артикулы в телефоне и открывать, и говорить, я потом думаю, что время-то будут тратить. Если это то же самое, я могу сделать, пока грузится ролик на канал, после того, как я его смонтирую. Короче, корица. Ой, наклейка до конца не оторвалась. Ну, хури я с ней. Триста грамм. Кориандр молотый. 12 месяцев 900 грамм. Россия. Страна происхождения. 1 мая 21 года сделанный. Поздненький такой, до 1 мая моего надо уделать. Хотя у меня как-то лишала корица. Срок годности 24 месяца, и она была просрочена где-то на полтора года. И ничего так, может с кориандром так же было. Еда как лекарство. Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей. Гиппократ. 900 грамм. Ты зрительно, наверное, думаешь, нахрена тебе, Лёля, столько кориандра. А я тут делаю иногда хлеб, и там состав надо кидать кориандра. У меня его вообще нет. Но есть только зернышки с солью, и там надо молоть. Ну, короче, там долго намолоть, чтобы оно вытолбалось. У меня такая пластиковая мельничка, и в ней вот как раз крупная с солью. О, звук. Соль крупная, и вот эти зернышки кориандра не молотые. Короче, я решила, что можно заказать кориандр, и фигачить в самопальный хлеб. Ну, как-то кориандр попадался. Ну, короче, я выбирала, выбирала, и поняла, что дешевле купить большой пакет. Он лишь и жрать не бросит его. Можно же не только в хлеб положить, может, какое-то мясо еще куда-нибудь можно с кем-нибудь поделиться. О, чтобы он влез в камеру. Я благодаря этим наушникам тут, сидя на горшке в туалете, да, ну, умные мысли иногда и там приходят. Вот, подумала, ну, меня заряд чаще. Вот, ну, наши политики сидят в гостдуме. Туалет принято называть гостдумой. Короче, ну, как бы, ассоциация такая, какие проекты политики принимают такие же, в принципе, и туалеты. Ну, суть такая, что мне пришла мысль, и я подумала, что раз у этого, ну, у гарнитуры длинный довольно-таки провод, то можно камеру поставить, ну, на кухне, короче, один тоже ASMR-ролик записать, который я все никак не забыла, как вот здесь приличненько так. Даже если, ну, порисовать там, у меня есть такая штука, на которой надо рисовать. А еще та фигня, которая год, оказывается, назад купила, и все никак не союзаю. Ну, и, короче, вот та штука, на которой надо рисовать, мне подружка дала там две. Одна вроде начатая, а другая так, ну, специально для ASMR. Я подумала, что камеру можно поставить подальше. Картинка все равно как бы будет, и голова, и вот руки, потому что мне делали запрос на журнал полистать, именно чтоб лицом в камеру, не только руки, но и видно было и журнал, и меня. И можно также в наушниках это делать, я думаю, ну, вот я, вот про это, про то, что у карнитуры дымит, и охренеть. Вообще, что я пишу ASMR, у меня там накопились видео для монтажа, видео за прошлый год для монтажа, одно видео записанное в середине лета, но я плохо всегда себя чувствовала, я не смогла его оселить в монтаж, там что-то вырезать надо, у меня какие-то оговорки были по Фрейду, потому что мигрень была, когда записала, но суть такая, что еще есть видео, которое, ой, блин, прянички от Люли из Тюмени, ну, видео так-то записало, как делаю прянички из той коробочки, которую я написала в 2019 году, вообще эти новогодние прянички. Прикинь, уже два года, как-никак могу смонтировать видео, которое за прошлый год, за позапрошлый год с тишкой деревенские, там еще что-то, короче, много всего, но вот последние три я хотела смонтировать, но понимаю, что надо сидеть, внимательно смотреть, как бы, что, зачем, почему, что я там втираю, потому что в одном видео там лишнего наговорила, я поняла, что вот если я какой-нибудь зритель буду, буду смотреть обзор, вот, на определенную штуку, как эта штука делает, другую штуку, то мне лишние там фразы будут вообще нафиг надо, а люди, которые меня мониторят, я знаю, такие есть, и они будут это смотреть и услышать что-то о себе, им будет приятно, что я про них еще помню, это как бы, ну, лишнее, я поняла, что это надо срезать, но у меня не хватает сейчас вот времени и сил физических, чисто, чтобы это все усилить, поэтому как бы я решила писать пока АСМР, потому что, ну, чтобы что-то было на канале, ну, и меня порадовало, что люди писали в каменах, спасибо, тому второму, первому АСМРу, где шепот был, а, косметичка, и то, что оно вон 500 чем-то просмотров за три дня набрало, хотя, там, летом, или когда я последний раз выкладывала АСМР-ролик, там, вот что-то толка-толка, там, за месяц 300 просмотров было, ну, как-то не вдохновило, тут врал, прикольно тогда, в общем, это кориандр, целых 900 грамм, это то, что было заказано, но уже забрано до того, как я сегодня в Вайпере сходила, тут где-то ножницы есть, ой, думаю, как-то, что-то, еще что-то, но даже нет. Немного- Субтитры сделал DimaTorzok Парико, кокосовая стружка, масса нет, 370 грамм Состав, заклеена, кокосовая стружка Слушайте, она мелкая, она такая мелкая, прикольная Волосина моя или не моя, хрен знает Бон аппетит Просто я на солнце заказала за 135 рублей 300 грамм Тогда кокосовую стружку, и она такая крупная, жирная была Печенье, конечно, прикольное с неё получилось Я тогда испекла, а потом, ну как-то, ну Я не такую стружку считала Из-за того, что она крупная, она как-то объёмная Вот так перекинула печенье И там осталось на пакетике, ну, сколько нос Поэтому я на веберис искала специально кокосовую стружку И вот внезапно Волоспеция Анис Ну, это типа, я так понимаю, что тут вот эта фирма ещё производит Потому что я сначала не врубилась Думаю, у них там куча другого было Всякого вот такого Иса, типа В таком же пакете Думаю, стружка ли это, мало ли, там какая-то ошибка Типа фотография левая Ну что, вот, смотри, ты-то видел, что вот с той стороны было Горигано Смесь травы, овощей, приправа, продукт высшего качества Премиум Приправа овощная, острое мясо, любые пряности и приправы Типа, как бы сип Она так прикольно шумит, когда её щупаешь Смотри-ка, у неё жопа прозрачная Я думаю, даже такие распаковки можно делать Как-то подальше садиться Чтобы было видно И меня эту хренатень Потому что я сейчас вижу У меня, конечно, как бы видно лицо, плеч Но я не всегда вникаю Ну что я беру, вроде как я вижу эту хренатень Главное, что её слышно Как я её там Но когда я показываю камеру Я вдруг понимаю, что не всё видно То, что слышно Так Где-то у меня ещё Я купила полкило грецких орехов Но у меня пакетик ушёл Он лежит там в пакетике с пустыми баночками еды Я просто для удобства пересыпала в обычный пакетик Там грецкий орех был 80% Полноценные орешки Но очищенные он весь И 20% ломаные орешки Ну это как у них написано было На карточке товара Я несколько уши схомячила Ещё вчера завентюлила В нетопеченья Ну в инстаграм Ой, не в инстаграм В инстаграм там просто фотка тестовых печенинок А всё остальное в телеге Если интересно гляньте, почитайте В общем, мне пенёк сказала Что кэшчю надо отмачивать Чтобы там что-то сделать Я читала, что кэшчю надо отмачивать Короче, не всё, что ты читаешь И те говорят действительно В реале так и есть Потому что паста из кэшчю У меня совершенно не получилась Вышла какая-то хренатень Мне пришлось туда добавить Пасты этого феника Ну феник передёртый без сёнышек Фениковой пасты И немножко шикости Чтобы оно как-то более-менее Вот вообще взбилось Это в белом миксе делало И да, вот я никакого не смонтирую Этот обзор Там два обзора Белом миксе вообще три Потому что один я делала Так вот это Но я про него уже говорила И, наверное, его всё-таки Выложу уже после тех двух обзоров Там я делаю пасту, ещё что-то И я туда потом всякую миндаль добавила Уже брауном И смельчала Вот то, что на телефон записывала Миндаль добавила Кокосовую стружку крупную Кокосовую стружку помолотую Потом грецкие орехи Арахис Тоже, в принципе, их смельчила Ну, какие-то несколько кусочков Арахис Этого грецкого ореха Они у меня просто кусочками были Потом шелковицу тоже Измельчила И сушёные яблоки Всё это смешала Конфет налепила И обкатала в обсыпке Гороб с сильной обжаркой И мискит И отдельно уже просто Несколько в миските Я пока их не пробовала Как это всё вышло Но то, что запекла печенье И в миските И в мискит плюс Гороб Оно прикольно вышло Единственное, что Чуть-чуть передержало Некоторые такие Обгорелые Хотя их 4 штуки всего А в общем, тут у нас Грецкие орехи А куда же скомячить Я поняла, что я давно не ела На камеру И надо как-то записать Этот кук-бак Чтоб не только Удовлетворить Те, которые любят Десное мыр Но и те, которые Любят хавать на камеру В смысле Те, которые Не могут поставить Зеркало перед собой Чтобы пожрать Зеркало Ну, как-то так Короче Любители смотреть Как любят другие Любители смотреть Как другие едят Вот что Смотрите, какой крупный орех Блин, так прикольно Шрется Слышно в ушах И в микрофон Единственное, они с начала мая этого года Срок годности 10 месяцев И им осталось еще где-то месяца 3 Короче Им такая срок годности осталось Ну, может, я это Захомячу как-нибудь Не обязательно Класть во всякие Там мои Запретения Непонятные Можно и так Захомячить По несколько штук День Ой, я забыла, что Я сейчас вспомнила, что я забыла Сожрать 2 Бразильских ореха С чаем на завтрак Я сейчас каждый день ем Или по одному Или по два Бразильских ореха Уже больше месяца Бразильских ореха Прикольно, да Здесь было 200 грамм миндаля За 131 рубль Даже опомню цену Такая крышечка Они тоже Вчера как раз Ну, несколько я схомячила И пару горстей спила И в это странное месе Возвлекачила Можно, в принципе, сейчас Миндальчик зажрать Довольно крупный, кстати По-моему, обычный сушеный миндаль Уродец такой КОМНОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННОННО Вообще я люблю есть миндаль с чаем Но вместо конфета Потому что в принципе сладкий Но не такой супер сладкий, как да А если вот короба попьете Тогда вам уже будет придупиваться Такое чувство сладости И то, что раньше казалось не особо сладким Или вообще не сладким Будет казаться именно сладким Вообще я хочу как-нибудь сделать марципан Мне еще подружка несколько лет назад рецепт подкидывала Но это я купила чисто, чтобы вот с чаем пожевать А это то, что я сегодня забрала Сейчас будет две штуки, то, что не еда Мешки для мусора Клирлайн Аромат Морской бриз 30 литров 30 штук Ароматизированные Комфортно, гигиенично Зачем-то тут скотч приделал Не знаю, вот как это вообще пользовать Порвет ли он эти мешки Тем, что он к шубе приклеен Вот нахера Ой, нахрена это делать Ой, оно выпало Слушайте, правда воняет Морской бриз То ли 59 рублей, то ли 63, не помню Но там надо было купить Ну, в общем, минимум на 100 рублей Но так как на 100 рублей две штуки не получалось То не уходило, соответственно, больше А так как минимум 100 рублей То одну штуку тоже не купишь В принципе, нормальная цена Просто звук понравился Нет, я мурашек не ловлю У меня это чисто с точки зрения музыкальной Отрывается хорошо Отрывается хорошо Кайф, интересно, вот у меня там мясо, короче, свинина на костер сморашивается, ну вообще лишь пакетики медленной варки под крышкой Не медленная варка не ключ, но просто, ну как бы, положила под крышку, потому что туда кошка точно не залезет, не скоммунистит И вот пакетик, соответственно, будет вонять этим мясом, ну как бы потом уже, и у меня один пакетик, ну как бы эти пакетики и под мусор, и под перерабатываемый, под просто мусор Интересно, если в этот пакетик воняющий положить тот пакетик из-под мяса, то этот запах перебьет запах мяса, или как? Такое ощущение, будто кто-то толпился, я же звук на телефоне выключила, а вот он прошуршал, нет, это кто-то просто видимо толпился Если бы звонили в дверь, я бы все-таки услышала Да, сон тут, я уж собрала заказ, они только вспомнились Да, тут есть пакетик Мы сейчас сюда и положим эти пакетики с пакетиками Так-то выглядит плотно А этот уже без скотча Пакетик Режим Режим я это делаю исключительно потому что оно вызывает какие-то звуки а так в принципе оно у меня без надобности тут какой-то скотч еще ну хорошо что он на упаковке а не на самом пакетике не века ну и ладно зачем спрашивается можно было ставить в таком ну вот уже отзабачила все мешками для мусора я обеспечена а дальше пойдет 4 странных штуки про одну я узнала совершенно случайно благодаря что я на вайперсу когда что-то заказала и она мне выдала ну там бывает если приложение заказываете то возможно вот это хренатень вас заинтересует и там такая камю 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 короче я потом нашла эту каму каму на соне поняла что на вайперс это каму каму дешевле и решила заказать эту каму каму я вообще уже не помню для чего это нахрен каму каму нужна я даже еще не читала и не гуглила ее в телефоне чтобы понять чую закану каму ну кроме той информации которая давалась на карточке товара тадам каму каму продукты 22 века фекан премиум камю камю супер вуд полезная добавка на завтрак куски с линкой сила амазонских ягод а вспомнила это молотые плоды каких-то Это порошок молотых ягод Которые живут в Америках Без красителей, без удивителей вкуса Без гамола От продукта 21 века У меня кажется было Или какао терто, или какао масло Короче, хорошая, нормальная фирма Так, 100% натуральный порошок Из высушенной мякоти Камю, 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 камю Супервуд молотый, да Из мякоть ягод Натуральный порошок Из высушенной мякоти питательных Амазонских ягод Камю, камю Имеет естественный, ярко выраженный Кисловатый вкус Служит полезная и вкусная добавка Для завтраков, напитков и соусов Можно положить коктейли, смуси, выпечка Десерты, соус, каша Это на картинке Я проще прочитала, что там происходит Применение можно использовать Для приготовления каши, соусов, десертов, выпечки Коктейли, смуси 24 месяца с этого Срока годности 21 апреля этого года Оно создано Так Что-то еще Нос почесало Ищите больше наших рецептов На сайте 3w.lhapi.ru Тесер Шоколадная пищевая с камю, камю Виолетовая кукуруза Нет у меня Виолетовой кукурузы Печаль Виолетовая кукуруза Виолетовая кукуруза Виолетовая кукуруза Его когда в чашки с водой разбавляла И пила первый раз Ну как бы прикольная кукуруза Штука Но я его добавляю Или в тесто с хлебом Иногда Вот в тесто Каких-нибудь там Оладьи Блинов Типа того Но их редко делают Еще реже Чем хлеб Ну короче В тесто старались Вигачить его Хотя можно В какой-нибудь смузе Фигакнуть Услышала Как что-то гудит У нас там эти чуваки На фигне Которые Как бы Санки И мотоцикл По снегу шарахаются С сегодняшнего дня Но я не понимаю Что это гудит У соседей Или там Ну надеюсь Камеру Это не снял Микрофон Не сильно слышно Это гудение Непонятное В общем Камеру Камеру В этот пакетик Можно Музык Услышать Упаковочный Нет Еще От кошки Всякая хренатень Куарана Мне кажется У меня с куараной В составе Был какой-то чай Лет 13 Или 15 Назад Развесной Русской чайной Комбанией Или как-то так Называлось У нас тогда На часовом Вдобрении Был такой ларечек С чаем На развес Потом почему-то Закрылся Сейчас там Другой ларечек Другая хозяйка Совершенно Все не то Я тоже не знаю Живой Или нет Короче говоря Вот то что Потом стало У меня видео отдельное Было там Ваш чай Или как-то так Этому магазину Чисто посвященное Такое Типа как бы Рекламное Для них А там вот Был лодочек И еще Когда-то Принял В магазине Где сейчас Дикси Напротив Бывшей Напротив здания Бывшей библиотеки Которую закрыл Наш Драгоценный Мэр Который Ну там И не только Мэр Я так поняла У нас городом Управляют Вообще два человека Мамашка Моей Наверное Уже бывшей Подружки Ну знаете Цивил Анимешнику Не товарищ Как я тут поняла Недавно В 121 раз Есть люди Которые Принимают Тебя с твоими Хобби То что у вас Разные эти хобби В какой-то момент Стали А есть люди Кто не принимает Отваливаться Из жизни В общем В этом Так да Это Тикси Было еще Добрение Добрение Еще какая-то Весна была И в этой Добрение Тоже был Магазинчик Чайный С развес В общем Я то ли там То ли там Покупала Какой-то Черный чай И в составе Кажется Была Куарана Что-то у меня Тогда вообще Не прониклась Но не зашла Она Я кому-то Спаивала На своих Этих Чайных Вечеринках В итоге Едим С пользой Куарана Порошок Природные Суперфуды А вот В чистом виде Она мне не попадалась Тут что-то внезапно Когда я выбирала Эту Камю-камю Мне Вайбрис Подкидывает Куарану И я посмотрела Вот все Что там Я купила Я сравнивала Просто по ценам И весовой категории Ну там стоили 50 грамм На Асона И поняла Что на Вайбрис На тот момент Дешевле Брать Даже если На Вайбрис Пару дней Там подождать Доставку А некоторые продукты На Асона Были там На следующий день Доставка Подумала Нахрен мне Это как бы Суть Да Чтобы подешевле Купить То В смысле Те же яйца Весь сверху Зачем переплачивать В общем Этим С пользой Это хорошая Вирма Я у них покупала По-моему Сухое молоко И еще что-то Куаранопорошок Природный Суперфуд И природный Энергетик Способствует похудению Повышает выносливость 100% Веган 50 грамм Без КМО Лидер по содержанию Кофеина Без насгрузки На работу Сердце Благодаря медленному Усваиванию Отлично Тонизирует И дарит Заряд бодрости На весь день Натуральный источник Энергии Улучшает результаты Тренировок Улучшает Обмен веществ Поддерживает Ясность ума И способствует Удерживать Способность Удерживать внимание Одна чайная ложка Повышка Забивается Достаточным количеством воды Желательно В первой половине дня Но естественно В первой половине дня Это как Матэ До 5 часов утра До 5 вечера Если позже После 5 вечера Попить То потом можете Вообще не спать Не хрен Так как оказывает Тонизирующее действие Можно добавлять Салаты Напитки Каши Завтраки Не рекомендуется Принимать беременную В период кормления Грудью Деды При атеросклерозе Аритмии Сердечно-сосудистых И желудочных В заболеваниях Короче В принципе Мне нужно было Что-то такое Я немножко другое Купила Бодрящие Потом Горана Как раз Вылезла Немножко другое Тоже будет В этом обзоре И Я страдаю Сейчас вот такой Фигнёй Ну Короче Когда серое небо Тут Менялась погода Я такая сонная Снег Наконец-то Пришёл С 1 декабря Вроде зима Такая конкретно Я опять сонная Мне тупо Бодрости Не хватает И конечно Есть добрые Советчики Которые советуют Что надо какие-то Таблеточки попить Но Смысл Тратиться на химию И жрать эту химию Если можно Допустим Немножко изменить Свой рацион И Возможность Попробовать Что-то Про чё давно Слышал Он не пробовал Также опять же Всё что я тут Обозреваю Ну Помимо там Корицы По поводу Корицы Может конечно Написать Что Я делаю Такую вот Смесь Там Имбирь Допустим Корица Ещё Чё-то Я подобную Смесь Кидала Рецепты Накупать На свою страничку Но вообще Просто Я добавляю Корицу Туда Типа Вот Можешь попробовать Такой Ни совет Можете Тоже Рецепты С корицей Написать Или С этим Кориандром Чё вы там Делаете Чё у меня Тут ещё Ну короче По любому Поводу То что Там Я до этого Обзревала Какие-то вещи Про них Можете Там Помимо Ещё Вот этих Ками-ками Точно Вообще Приветствуется Там Сказать Типа Я знаю Вот это Делаю Или Допустим С Гуараной Что вы там Делаете Тоже Как бы Интересно Почитать Кстати Вот он Тут Прозрачный Я его Вижу Он Напоминает Немножко По цвету Этот Гроб Гроб Слабой Обшарки И даже Гроб Без Обшарки Нечто Среднее Смешать Гроб Без Обшарки С Гроб Слабой Обшарки Что тут Такое По цвету Прикольно Блин У неё Такие Плоты Я только Сейчас Поняла Что это Значит Крышечка Плота Потом Там Какой-то Орешек Лечёт В этом Роди Такая Чёрная Фигня Выграет Как Класс Какой-то На самом Дель Ну Класс По-моему Все Четыре Штуки Это Исключительно Изначально Родом Из Америка Америка Нет У меня Ножницы Добыли Мне кажется Это долгий ролик У меня Ноги Немножко Устали В таком Как бы На корточках Но я сижу Ну Надо бы И как-то Протянуть Короче Уж Тебя Когневик Сейчас Протяну Хотя Пакетик Можно Порвать Тут В принципе Ножницы Уже Больше Не понадобятся Пакетик Пакетик Хорош Уберу В эти Пакетики На кровать Пух Блин Как-то Как-то Вторую Так На Наверное Не Ногтем А Ножницами Так Я Я просто Увидела Тут По 140 Грамм И Другая Баночка По-моему Да 140 Должно Быть Где-то Тут Короче Да 140 И Где тут Русский Наклеен Да И тут 140 И Как бы Два в одном Баночка Опустится Пустая Баночка И в нее Можно будет Что-то Положить Потом Коншот Там Или еще Что-то Я просто Перед этим Сыпала Баночки Бывшие Баночки Точнее Баночки Бывшие Баночки С подбывшего Чая Ну Как-то Так То Что у меня Раньше Там Всякие Растения Были Я Освобождала Эти Растения Чтобы Сделать Завтра Отвар На волос Чтобы Откатить Волосы Ну Помыть Этим Отвар Волосы На голове И Я Туда Перезабыла В эти Баночки Из багета Коншот Чтобы Удобно Было Брать Вот Так же Можно Пусть Коншот Положить Вот Если Я Не буду И по-моему Мака Перуанская Это Тоже Какая-то Подрячая Гринотень А Лукума Это Что-то По-типу Миски Ну Как бы Миски Считаются Сахарозаменителем На самом деле Он Ни хрена Не сладкий Вот Если В нем Конфеты Ну Вот Эти Из морковки Там Из каких-нибудь Там Сухофруктов Обсыпать Тогда он Вкусно Сочетается Прикольно Как Сам По-себе Я им Пока Не прониклась Просто Может Я им Давала Шанс Снова Его Так Просто Без него Пошрякать Ну Допустим Вот С Гребом Он Сочетается Действительно Хорошо С Гребом С Слабой Обжарки С Гребом С Сильной Обжарки И Сам По-себе Так Он Считается Как Сахар Ну Сахар Заменителем Так Как Лукума Лукума Не знаю Так же Как Мяски Поведет Себя Чисто Для Меня Или Все Так Более Сладкое Ближе Допустим Сахар У Кокосовой Пальмы Или Пальма У Сахар Что Тут Так О Сейчас Мы Растенем Обе Баночки Потом Я вам Их Покажу Близ Нож Это По-моему Более Шумная Баночка Где у меня Пакет Под Мусор С Перерабатываемым Мусором Смотри Смотрите Такие Прикольные Баночки По-моему Не Стекла Или Из Пластика Нет Это Пластика Это У Нас Это Мака Бест Форевер Бест Бэфор Мэнтай Шелтая Мака Видимо Она бывает Не только Шелтая Это Мака 100% Натуральная Так Что Тут У Нас Где Тут По-русски Перуанская Мака Телла Сьерра 140г Мукамо Гибрианской Я Как-то Раньше Попыталась Это Мака В Сдели Вылазила В Инстаграм Еще Где-нибудь Так Просто Я Думала Что Это Мак Женского Пола Или Там Еще Как-то Разновидность Или Просто Это Неправильно Написано Еще Что-то Срок Годности Указан На упаковке До 2 0 0 7 23 Года Условия Хранения Тут Плюс-минус 25 градусов При Относительной Влажности 75% Изготовлен За 2 О Изготовлено За 2 Года До Окончания Срока Годности Первый раз Такую хрень Читаю Ну Естественно А как оно Могло Вообще По-другому Быть Изготовлено За 2 Года А Все Понятно Изготовлено За 2 Года До Окончания Срока Годности То бишь Изготовлено На 2 0 7 21 Года Так В Перу Реально Изготовлено Эй Перу Когда-нибудь Я до тебя Доберусь Я не Вскрывала Пакетики Я эту Вскрываю Интересный Запах Такой Она тут Без Вальки Ну там Писал Производитель Что какая-то Партия Была Без Вальки Ну Без Это Без След Я Какая-то Со Следой Прикольно Потом Почитаю Как ее Юзать Тут Есть Наверное Как ее Юзать Но Очень Мелко И Желтыми Буквами Мелкими По Белому Фону Это Вообще Это Как Вообще Как-то Читать Короче Просто Загуглю И потом Почитаю Выкрыт Это Мага Как Корнеплод Какой-то Похожий На Редьку Также Приветствуются Комменты На Тему Ели Вы Магу Или Нечего Вы С ней Делаете Или Также Лёля Первый Раз От Тебя Узнала И У Нас Тут Лукума Порошок 100% Натуральный Той же Самой Фирмы Телла Сьера Так Лукума Телла Сьера 140 Грамм Мука Перуанская Лукума Срок Указана Упаковка Условия Хранения Точно Такие же Изготовлены С протокода До начала Срока годности Это окончание Борнус Срока годности Тоже Перу Без КМО А тут Чисто Как Плотик Такой Он Вообще Мне По картинке Напоминает Зелёный Персик С Жёлтой Мяготью Может Из персика Может Блин Мои соседи Такие Шумные Они Так Там Толбятся Я Не знаю Вообще Они Какие-то Вот Кому Интересно Про этих Соседей Глянуть Можете Глянуть В телегу Я Вчера Сошла В ванну А там Такие Интересные Вопли Я Вообще В осадок Выпала Просто Там Там Типа Брюк Варить Вот Это Все Потом Подумала Так В принципе Семена Чья Сравнив С Стальном Конечно Не 100% Одинаковые Но Что-то Есть Вот В России Что-то Есть Там Вообще Сахарная Пальма Вот Этот Пальмовый Сахар Где-то Вот Что-то Есть Из того Что Миндаля При случае Можно Добавить Сахар Потому Что Он Сладкий И Сгэши Он Тоже Сладкий Но Что-то Просто Подобные Там Какие-то Аналоги Какое-то Растение Которое Может Быть Вот Внешне Вообще Не Похоже А По Таким Питательным Свойствам Оно В один В один С каким-нибудь Другим Растением Так же Вот Лен Он Разбухает И Можно Такой Какой-то Жидкий Такой Ну Как бы Киселек Создать Так же Как Чья Допустим Семена И Те же Семена Толзи Он же Базилик Вот Что-то Такое Подумала Что Наверное Он Есть Какие-нибудь Ну Плюс Ну Какие-нибудь Русские Такие Но Скажем Не то Что Русские А то Что Вот Маки Мне Тетя Говорила Что Гебреи Он Бодрит Но Я На себе Честно Не Сометила Это Вот Из Бодрящего Лукума У нас Сладенькая Тут Точно Так же Очень Мелкими Буквами Написано Шелтым Цветом На Белом Фоне Она У нас Сроком До 4 Января 23 Года То Бишь 4 Января Этого Года Она Создалась Я Опять Короче Говоря Вот Это Старше Но Я Думаю Я Успею Делать Надеюсь Она Побледнее Этот По цвету Такой А Да Я Ж Ее Не Вскрыла Тут Тоша Без Этой Зритель Она По запаху Как Молотый А Я Забыла Совсем Про него Во-первых Я Забыла Что Он У 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 Я Забыла Что Он Существует У 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 она по запаху очень напоминает финиковый сахар финиковый сахар пахнет как финик финиковый сахар делают из сушеных фиников ну а как бы финиковую пасту делают из свежих фиников и вот она по вкусу, по запаху реально напоминает финиковый сахар приятный сладкий запах ну как бы не только финик там еще что-то, но вот именно как финиковый сахар пахнет Я еще подумала, может, мне финиковый сахар подсунули Но финиковый сахар, он не 100% мелкий Там все равно попытаются какие-то Некоторые крупинки Но и он немножко по цвету другой Блин, у меня столько всяких На день у меня тетя вчера пришла Я как раз эту шалу, что отмоченный Кэш, я еще так почитала, что Все орехи надо отмачивать, семечки надо отмачивать Думала, блин, мазки себе отмочите Сволочи, что за хрень вы информационно Выкидываете в сеть Короче, и я вот ей шалу Говорю, вот блин, смешалась финиковая паста Ну, как бы нормально, я хотела сначала так оставить Но она немножко стала ветриваться И я поняла, что лучше из нее сделать комплект Потому что иначе она испортится Это 200 с лишним, практически 300 грамм Этого кэш-ю И немножко финиковой пасты Захерначенная, наивная Говорит, это что такое, я хотела валять в мискителе Ну, говорит, пока не знаю Говорит, ну так, типа сделай и съешь Так я это все валяла, говорит, что это в мискителе Говорит, у тебя столько всего такого Непонятного Я подруга в последний раз как-то была с детем в гостях Я ей что-то тоже Я ей просто показала, что у меня там есть Вот этот порошок Плотов баба Тот же мискит Еще что-то, еще что-то Она, кстати, такая шершавенькая Мне кажется, от этого слуха другим Другого типа мурашки должно быть Ну, когда вот ты заходишь Ну, не знаю Когда страх вот эти мурашки У меня просто мурашками ассоциация Когда вот только что-то такое, типа страх Я ей когда замерз Не знаю, мурашки когда замерз бегут Просто мои мурашки, а не меня На меня здесь вот не так, как на вас Любите летних мурашек В общем, все Вот такой у меня обзор Моих покупок на Вайтбрис Всем спасибо за просмотр Надеюсь, вы словили свою мурашку Если еще не словили, то вот я тут одно для вас припоздала Как обычно Вот вам мурашка Все артикулы будут в инфобоксе Все вот эти вот товары Что-то тут В том числе и на пакет для мусора Ну и это Как бы Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok